Расскажу немножко о таком вот экзотическом типе обучения, о котором вряд ли кто-то слышал. И вначале доклад назывался просто Multiple Instance Learning. Это вот как раз вот экзотический подтип. Но на самом деле я решил сделать еще небольшое введение в этот доклад, немножко обобщить вообще к чему это относится и провести некоторые параллели с тем, что рассказывалось на других докладах на этой конференции. Поэтому вот вначале будет немножко слайдов о том, что такое WIC Supervision. Значит, всем мы… Ну ладно, сейчас многие используют дип-ленинг подходы для решения разных вот задач. Почему? Во-первых, потому что очень много есть плюсов. Например, таких как… Ну нужно меньше придумывать какие-то фичи. Мы можем взять там… Если мы работаем с картинками, мы уже там не придумываем какие-то дескрипторы. Мы просто берем и обучаем конволюции в рамках одной нейронной сети. И это проще, намного спокойнее, приятнее с этим работать. А второй плюс – это то, что мы можем взять и использовать transfer learning, использовать уже огромные наработки больших компаний, людей, которые постарались там, собрали датасеты, обучили свои нейронные сети. И это нам помогает получать лучшую точность, получать какие-то хорошие результаты на конкурсах и так далее. И, собственно, нет других альтернатив для большого количества задач, кроме как использовать нейронные сети или чаще всего глубокие нейронные сети. С другой стороны, есть очень много минусов, о которых как раз и многие говорили на докладах этой конференции. Нам нужны данные. Причем нам нужны данные не просто какие-то, а нам нужны размеченные данные. И каждый решает этот вопрос немножко по-разному. Но, в общем-то, есть общие проблемы. Это то, что очень дорого аннотировать эти данные. Нужно либо придумывать какие-то свои подходы, например, создавать, моделировать картинки, там 3D какие-то сцены для того, чтобы потом делать domain adaptation. Вот Сергей Николенко вчера об этом рассказывал. Есть проблемы с тем, что вы не можете отдавать эти данные куда-то на чужие сервисы, разметки. И тогда вам придется поднимать весь процесс разметки у себя в компании, нанимать людей, контролировать их. И об этом рассказывал Николай Павлов на своем докладе. С третьей стороны, есть большая проблема специфических доменов. Например, медицинский домен. Вот глядя на какую-нибудь медицинскую картинку, ни я, ни вы не сможем сказать, где находится, например, заболевание, или где раковая клетка, а где еще не раковая. И поэтому нужно привлекать специалистов из этой доменной области, а они стоят очень дорого. То есть, ну, они не хотят работать там за какие-то маленькие призы или же за чашки, футболки. Их услуги стоят очень дорого. А с третьей стороны, иногда настоящие метки, они вообще неизвестны. Вот, например, задача, откуда я познакомился с этим типом обучения, мы пытались предсказывать Альцгеймера. Это такое заболевание, когда, в общем-то, понятно, что с мозгом происходит что-то не то, но где концентрируется этот Альцгеймер, ну, никто не знает. То есть потом, когда человек умер, провели вскрытие, сказали, ну, да, вот он был болен. А когда он заболел, ну, не совсем понятно. Какие-то расстройства начались 10 лет назад, 5 лет назад понятно, что он уже как бы не очень выздоровеет, улучшения вряд ли будут, а еще через 5 лет, ну, все. И тогда ставится этот диагноз. То есть крайне такой нехороший случай, когда мы не знаем, как вообще размечать такие данные. И последний минус, то, что очень часто нам нужно, ну, наша система может быть нестабильной, нестационарной. И тогда получается, что нам нужно брать и переразмечать наши данные. Ну, вот, например, как в докладе по поиску фрода, постоянное соревнование. Кто-то придумал, как найти мошенников, а мошенники придумали, как завтра обмануть эту модель. Соответственно, постоянно нужно делать какую-то разметку, а это очень дорого. И последний момент, диплёнинг модели, они реально требуют очень много данных размеченных. И известно, что они лучше стандартных моделей только тогда, когда они съели очень много таких данных. Значит, есть вот такая вот картинка от Стэнфорда, от группы, которая разрабатывала фреймворк Сноркель. Которая говорит, а как с этим можно бороться. Ну, вот традиционный подход, обычный супервижн. Там встречаются все проблемы, а как найти вот размеченные данные. Можно заниматься, например, актив лёнингом, о чём рассказывал Саша Абедников. То есть, ну, есть и такой подход. Можно пытаться использовать уже другие предобученные модели, что очень часто и с большим успехом используется, например, в обработке картинок. Мы берём там какой-нибудь Inception или ResNet, предобученный на ImageNet и пытаемся его дообучить под наш домен, где вместо 10 миллионов картинок у нас 2000 картинок. И мы надеемся, что что-то будет лучше. Можно использовать различные подходы семи-супервайста лёнинга, но на самом деле это целое семейство подходов, не на один рассказ, и об этом я сегодня говорить не буду. А есть такое понятие, как VIX-супервижн, в который сейчас включают и актив лёнинг, и семи-супервайст лёнинг. И как раз вот об этом я хотел чуть-чуть подробнее рассказать. Статью можно, кстати, вот почитать по вот этой ссылке. Значит, что такое VIX-супервижн? VIX-супервижн, когда у вас либо нет правильных меток, либо есть метки, но они не решают вашу задачу напрямик. Ну, например, кто-то разметил датасет по-своему, а вы хотите решать такую задачу и ещё какую-то специфическую для вас. У вас нет такого датасета, у вас нет доменных экспертов для построения правильных меток. И в итоге, ну, либо вы не занимаетесь этой задачей, либо придумываете, а что с этим можно сделать. То есть второй пункт, то, что вместо правильных меток у вас есть какие-то метки, хоть как-то более-менее релевантные вашей задаче. И здесь есть три разных ситуации. Есть incomplete supervision, inaccurate supervision и inexact supervision, о котором я как раз подробнее и расскажу. Чаще всего на практике вообще встречаются все три вида в перемешку. То есть такой вот максимально нехороший, плохой случай. Значит, что такое incomplete supervision? Ну, это когда у вас нет просто меток для каких-то данных. Например, у вас есть 10 тысяч размеченных картинок, и вы можете дойти ещё 10 миллионов новых картинок, но разметить их стоит, например, тоже 10 миллионов денег, которых у вас, скорее всего, нет, на которые вы потратите там 3 месяца, 6 месяцев и так далее. Соответственно, можно использовать active learning или разные semi-supervised подходы. Есть ситуация inaccurate supervision, о которой очень подробно и хорошо рассказал Николай Павлов, когда, например, вы при краудсорсинге пытаетесь понять, как понять правильную метку у ваших данных. То есть один человек разметил одним способом, другой другим и так далее. И, в общем-то, это очень похоже на те методы, которые мы используем при создании ансамблей. Как это всё вместе смешать и какую метку выбрать как правильную. Здесь же хотел бы несколько слов сказать, что появился вот фреймворк, который нацелен именно вот на эту проблему. Это snorkel framework, который разными способами пытается понять, а какие данные как бы правильно размечены из множества таких вот не совсем аккуратных разметок. И третья ситуация, на мой взгляд, самая-самая интересная и экзотическая. Это inexact supervision, когда у вас есть метки, но они немного другого рода. Это не то, что вы хотели бы. Ну, простой пример выглядит так. Вот у вас есть какая-то картинка. Вы хотите, например, провести семантическую сегментацию этой картинки и вот разметить, что там есть какое-то месторождение соли, нефти и так далее. В хорошем случае, когда у вас есть правильный supervision, вы хотите, чтобы у вас были метки вот как левая снизу картинка. То есть эти пиксели относятся к этому классу, а другие к другому. Но вместо этого у вас есть другие метки. Например, кто-то взял и сказал, вот я точно уверен, что на этой черточке у нас один класс, а на этой черточке другой класс. Ну и как бы попытайтесь понять, модель должна попытаться понять, а как правильно разметить всю эту картинку. Возможен вариант вместо попиксельной сегментации у вас может быть bounding box входы. То есть вы можете разметить не совсем точно в надежде на то, что модель с этим справится. И последний вариант у вас может быть просто метка о том, что на этой картинке где-то присутствует тот или иной класс. И мы надеемся, что сам метод нам позволит найти, где же эти метки находятся. То есть по факту у нас в задаче присутствуют дополнительные скрытые переменные, которые мы не хотим размечать, потому что это очень дорого. Это может сделать только subject expert. Но задачу нам надо решать, поэтому мы пытаемся понять, как с этим можно справиться. Значит, один из, ну, не подходов, а задача, которая с этим связана, например, co-salency detection. Это когда мы, например, обладаем большим количеством видеороликов и хотим, чтобы модель в таком вот unsupervised режиме, без четкой разметки, нашла, какие объекты встречаются на, ну, важные объекты. Не фон, не там трава или воздух, а именно важные объекты на переднем плане встречаются на этих роликах. То есть у нас есть просто, например, label о том, что там с пятой секунды по десятую секунду у нас в ролике присутствует собака. Но где эта собака, ну, у нас нет такой разметки. Вот методы co-salency detection как раз и решают такую задачу. Они нам показывают, что вот белым выделен тот объект, который часто присутствует на роликах, когда у нас присутствует метка, что где-то животное, ну, интересный объект присутствует на ролике. Очень хороший обзор. Вот можно почитать по вот такой вот ссылке. Есть еще малоизвестная, насколько я понимаю, задача. Статья 15-го года. Называется она is object localization for free. Значит, суть постановки. Вот что исследователи попытались сделать. Они сказали, ну, у нас есть датасет, у которого есть только метки, какой объект присутствует на картинке. И мы бы хотели знать, где на картинке присутствует этот объект. Но меток у нас таких нет. Значит, это вот как раз типичный вик-супервижн, inexact вик-супервижн, о котором я говорил. Значит, что они сделали? Они показали, что модели могут сами обучаться. И вот, например, на 210-й итерации на простых картинках, где мотоцикл встречается, ну, вот как бы стандартное изображение мотоцикла в стандартном месте на картинке, он встречается очень часто. Вот уже на 210-й итерации модель умеет находить приблизительное местоположение. То есть они в статье говорят о том, что они таким образом находят местоположение, но не точные размеры. То есть нельзя оценивать выход такой вот модели по стандартным метрикам типа intersection of a union. Эта метрика будет очень плохая. А для нестандартных картинок, ну, вот, например, второй или третий вариант, модель не сразу понимает, где находится такой объект, но начиная там с 510-й или 4200-й итерации уже достаточно точно показывается, может быть, не весь объект, но какая-то очень характерная деталь такого объекта. И это достаточно интересный результат. Как они добились такого результата? Что они сделали? В качестве такого трансфер-леунинга они просто применили VJG. Обычный VJG, который существовал уже к 15-му году. А потом они добавили несколько слоев, адаптационных слоев. Они считают классификацию для разных как бы окон на изображении. То есть если, например, на вход в VJG приходит там окошко размером 224 на 224, то при большой картинке, например, вот 2000 на 1000, такая модель будет иметь вот 58 на 26 выходов, где мы будем знать для каждого как бы окошка, какой наиболее вероятный класс присутствует вот в этом вот под окошке. И потом они делают единый выход у этой модели через max-pulling layer вот тех вот 58 на 26. И таким образом они считают loss, который считается на weak-лейблах, на знании только о том, какой класс вообще присутствует на картинке, без знания, где этот объект находится. Также они там немножко поигрались с loss-функцией, но тут это такие уже подробности, детали. Дальше они сравнивали в немножко такой своей странной манере точность работы такого алгоритма с существовавшим на тот момент RCNN. Значит, это не совсем стандартные метрики, то есть они их немножко поменяли, поэтому вот числа будут незнакомыми, нельзя вот опираться, глядя на них на какой-то свой опыт. Но они показывают, что примерное нахождение объекта они таким образом находят очень точно, но они не находят точных размеров такого объекта. В итоге, что я хотел сказать о weak supervision, что таким образом, применяя вот модели, которые умеют с этим работать, мы можем попытаться сократить затраты на аннотацию наших данных, на получение правильных датасетов. Мы можем попытаться бороться с различными противоречащими друг другу маркировками. И мы можем попытаться сделать модель, которая находит автоматическим способом некоторые дополнительные скрытые данные о наших данных, скрытые инсайты о наших данных. Теперь, собственно, что такое multiple instance learning? Это как раз пример того самого inexact weak supervision, о котором я говорил. Значит, какая формулировка вот задачи. У нас вместо одного инстанца, например, одной картинки, есть целый набор, целый пакет этих инстанцев, но правильных меток для каждого инстанца мы не знаем. Мы знаем правильную метку только для бэга, для мешка этих инстанцев. И дальше мы говорим, что метка, например, положительная, если в нашем мешке присутствует хотя бы один положительный инстанс. То есть каким-то образом мы получили вот такую вот разметку. Она не совсем точная, она слишком обобщенная, но другой у нас просто не будет. И мы говорим, что этот мешок имеет отрицательную метку, если все инстанцы в этом мешке имеют отрицательную метку. Ну, опять-таки, возвращаясь к той же задаче распознавания Альцгеймера, мы не знаем, например, где находятся признаки болезни Альцгеймера на 3D-картинке MRI-теста мозга. Но мы знаем, вот болен такой человек или не болен. Соответственно, мы можем, например, брать какие-то патчи из 3D вот нашего датасета. И реально мы не знаем, вот конкретно в этом кусочке там какая-нибудь лобная доля, вот там Альцгеймер на нее повлиял или нет. То есть мы не знаем правильной метки для вот этого патча. Но мы знаем, что в целом мозг болен. Вот такая вот формулировка. Ну, это чуть более такая математическая формулировка. По факту наши метки наших мешков считаются как максимум от нам неизвестных правильных меток для каждого инстанса. И здесь могут быть тоже разные формулировки. Например, мы можем пытаться достичь максимальной точки точности предсказания на вот этих вот мешках. Или же мы можем попытаться искать максимальную точность на конкретных инстансах. И это будет уже принципиально другая задача. Или мы можем попытаться идти как бы еще глубже и искать, а какие атрибуты в наших инстансах реально влияют на вот ту или иную метку. То есть на принятие нашего решения. И эти постановки задачи, они очень-очень разные. То есть нужно быть реально вот экспертом, понимать, какую задачу вы хотите решить. Потому что вы можете получить в разных формулировках много false positive, если вы выбрали, или false negative, если вы выбрали как бы неправильный подход. Например, вот кругами с четкой границей представлены те мешки размеченные, которые мы знаем. Там зелененьким — это положительные мешки, где есть положительные инстансы, и синим — там, где все инстансы отрицательные. Вот если мы решаем задачу оптимизации, получения максимальной точности на мешок, то у нас правильный ответ будет, ну вот, например, красная пунктирная линия. Туда попадут некоторые инстансы и отрицательные. И это будут false positive, если мы хотим именно получать правильные метки для инстансов. С другой стороны, если мы решаем задачу оптимальной точности на инстансах, не на всех мешках, а на инстансах, то мы можем получить много false negative, которые как бы находятся вот тут вот в не очень хорошей области, в таком вот пересечении. И это, ну, реально задача там бизнес-аналитика или доменного эксперта понять, какую задачу вы решаете. Теперь, собственно, я попытаюсь на примерах показать, где такая формулировка может встречаться и как эту задачу решают в тех или иных случаях. Значит, исходно вообще понятие, наверное, multiple instance learning появилось где-то в конце 90-х. И исследователи решали такую вот задачу из химии, а именно есть разные запахи и есть разные изомеры одной и той же молекулы. То есть химическая формула одна и та же, но там эти атомы могут немножко по-разному соединяться и в итоге будут изомеры либо такой, либо такой. При этом очень сильно могут меняться физические свойства поведения такого вещества. И в итоге мы всегда получаем какую-то смесь разных изомеров. То есть мы можем получить там 80% первого изомера и там 5% второго изомера. И такое вещество будет там иметь один запах. Если мы будем получать больше процент для второго изомера, то свойства будут совершенно другие. То есть реально мы не знаем, сколько этих молекул есть в какой-то тестовой партии и какое распределение этих молекул. Мы не можем каждую посчитать и поставить туда отдельную метку. И в итоге они решали какими-то такими хитрыми, полуэвристическими методами, но зато они придумали вот это вот понятие multiple instance learning. Также такая задача может применяться, например, когда вы решаете задачу, что вы знаете, что ваш объект состоит из множества частей. Например, вы хотите брать и детектировать там, не знаю, человека. Вот модель или subject expert, он понимает, что на такой картинке у человека там будет голова, тело, руки, ноги. И примерно в таком же стиле пытались решать такую задачу в 90-е и 2000-е годы. Это вот кому интересна история, part-based models разные. С другой стороны, вы можете применять такой вот фреймворк, такой вот протокол обучения ну вообще в любых задачах. То есть чаще всего это какая-то классификация, картинок, текстов, видео, object detection и так далее, и так далее. То есть вы можете, ну как бы брать и в таком вот слабо supervised стиле размечать, например, видеоролик. То есть размечать не каждый кадр, а просто говорить, ну здесь что-то присутствует. Где присутствует, ну вот это вот наша задача распознать. Значит, как можно решать такие задачи? Вот какой подход построения модели? Самый простой, иногда в принципе хорошо работающий подход. Давайте просто перейдем от мешков к инстансам и скажем, что вот в этом мешке ну все положительное, например, если метка плюс. Или все отрицательное, если метка минус. Иногда так тоже работает. Но это неинтересный подход. Он чаще всего не работает. И здесь есть три типа моделей. Значит, есть instance space алгоритмы, когда мы пытаемся восстановить правильные метки для каждого инстанса. Есть backspace алгоритмы, ну когда мы просто изменяя, например, loss функцию, пытаемся как-то вот обобщить это все и решить такую задачу. И есть подходы, когда мы вначале считаем некоторые эмбейдинги, какие-то вот хитрые представления всего мешка инстансов и потом тоже решаем задачу, ну как бы более-менее стандартную сдачу там, например, классификации. Второй и третий подход, они более аккуратные, а с точки зрения интерпретации, конечно, лучше первый. То есть мы тогда будем понимать, насколько, ну какие конкретные инстансы влияют на принятие решения. И, как я и говорил, на примерах попытаюсь рассказать, как это решается. Здесь вот слева у нас представлена достаточно классическая стандартная архитектура hierarchical net, например, для поиска сентимента. Когда у нас есть большой отзыв, который состоит из нескольких предложений. В каждом предложении у нас есть отдельные слова. Ну для каждого слова мы можем использовать там word to weg embedding. И дальше вот как бы за два слоя attention мы строим, например, для embeddingов там CNN-ом, какой-нибудь нейронной сетью мы получаем энкодинги каждого слова, потом передаем это все на RNN, RNN, например, bidirectional-гру, и потом все это суммаризируем с помощью attention-слоя. И потом поверх этого вектора мы применяем, например, там полностью связанный слой, который нам выдает там это положительный, нейтральный или негативный сентимент. Что попытались улучшить и сделать в альтернативном подходе? Вот модели выглядят очень похоже. Они применили тот же самый CNN-модуль для получения embedding каждого слова, но потом для каждого слова применяется attention-слой для того, чтобы получить… ну или не attention-слой, а полностью связанный слой для того, чтобы получить как бы сентимент конкретно, например, вот не слово, а предложение. Да, предложение. И потом вот эти предложения рассматриваются просто как последовательность предложений. И на втором уровне с помощью тоже attention-слой выбирается, какое предложение, наверное, сильнее всего повлияло на общий сентимент всего отзыва. И обычно в таких вот архитектурах в самом конце стоит именно слой максимального пулинга. То есть это как раз очень важно. Именно он позволяет пытаться в таком вот unsupervised режиме обучаться и находить метки сентимента не для всего отзыва, а для конкретных предложений. Значит, что они сказали? Они сказали, что получились достаточно хорошие результаты. Они там сравнивали с другими моделями. В общем, по их отчету все очень даже хорошо и намного интереснее, чем другие методы. То же самое. Вот буквально один в один было предложено в 2018 году, но уже для картинок. То есть здесь постановка задачи была, что у нас есть мешок картинок и разметка касается сразу всего мешка. Ну, например, есть ли среди вот тех восьми картинок, хотя бы одна картинка с числом 9. В результате они получили на вот этом вот втором уровне веса attention, который говорит, что именно вот картинка вот там с девяткой имеет очень большой вес attention и именно эта картинка влияет очень хорошо на общее предсказание. Если таких картинок будет тоже несколько, то вот мы видим, что в этом мешке четыре картинки с девяткой имеют максимальные примерно одинаковые веса. Следующая, точнее не следующая задача, а этот же подход они протестировали на реальном датасете из медицины. Это распознавание там рака кишечника. Значит, есть вот такая вот картинка какого-то очень нереального разрешения, там 5000 на 5000. Дальше во втором столбике они отдельным методом находят места, где находятся клетки эпителия. Ну, то есть в принципе это в каком-то роде, например, тоже супервайст обучения. А вот дальше в третьем столбце это правильная разметка. Ну, просто для того, чтобы показать, что метод работает. То есть эта разметка уже не используется при обучении модели. И вот этот multiple instance learning показывает достаточно хороший результат. Это предпоследний и последний столбец. Модель показывает, что именно вот эти вот клетки, скорее всего раковые, и именно они ответственны за то, что на вот этом снимок, этот снимок там медикам был промаркирован как раковый случай, например. Дальше подобный же подход был применен для сегментации изображений. К сожалению, у них не получился вот как бы end-to-end подход. Они добавили еще какие-то эвристики в архитектуру, добавили такие вот prior knowledge к задаче. В итоге они вот показали, в их статье показано как бы два этапа. То, что выдает картинка, то, что выдает сеть без использования prior и до уточнения ответа с использованием prior. Значит, вот это вот вход. Первая картинка это вход, собственно, что пытались сегментировать. Внизу маленьким это правильная сегментация. Второй столбец это до применения prior. И третий столбец это вот уже окончательный финальный результат. То есть в какой-то степени в режиме VIX Supervision получаются достаточно хорошие результаты. Это статья 2018 года тоже. Они занимались тем же самым распознаванием Альцгеймера. Продвинулись дальше, чем мы. Значит, они применяли очень хитрую сегментацию для поиска интересных, нужных патчей в мозге. И только потом пытались как бы получать метки именно этих конкретных патчей. Мы пытались получать метки просто всех патчей. Не каких-то выбранных. Ну вот это как раз и отличает там специфические домены от других стандартных доменов. И последняя архитектура, о которой я хотел рассказать, это статья с ICML 2019 года, где как раз попытались применить эмбейдинг-подход, когда мы кодируем весь мешок наших инстансов, получаем для него эмбейдинг, а потом этот эмбейдинг используем для классификации. Вот они использовали графовые модели, графовые эмбейдинги для того, чтобы провести некоторые вот… учесть взаимное влияние инстансов в рамках одного мешка. Например, это может быть характерно для той же задачи Альцгеймера. То есть у нас могут быть какие-то кусочки мозга, которые слабо привязаны к другим кусочкам мозга, а могут быть, например, кусочки, взятые из специфических отделов мозга, которые… ну мы понимаем, что эти инстансы, они сильно коррелированы, они очень сильно взаимосвязаны. И таким образом мы можем получать… ну улучшить результаты. С точки зрения NLP, возможно, в качестве таких вот эмбейдингов или подходов для построения этих эмбейдингов, ну можно вот использовать те же AMR-подходы, о которых рассказывала Марьяна. Ну как вот варианты. Собственно, идея, которую я хотел рассказать, что… какие основные выводы моего доклада. Что, во-первых, VIX Supervision – это пока крайне неустоявшийся термин. Он сильно такой вот перегруженный и там очень много разных подходов. Это, скорее всего, уже или вот-вот станет достаточно горячей темой. То есть вот я много докладов упоминал даже на этой конференции, которые тем или иным способом связаны именно вот с VIX Supervision. Думаю, что скоро будут появляться новые решения в этой области. И, в принципе, вот такой вот экзотический подход можно применять, наверное, в очень многих областях. И по факту я бы сказал, почему он может выигрывать у стандартных подходов. Потому что мы ставим нашу сетку, нашу модель в заведомо немножко такое проигрышное состояние. Мы говорим, что вот там есть какая-то хитрая взаимосвязь, но мы тебе о ней не скажем, как она выглядит. И мы заставляем, мы вынуждены конструировать такую вот архитектуру и заставлять модель обучаться и находить вот эти вот скрытые взаимосвязи. То есть это вот как переход от персептрона к сверточным сетям. Мы вносим в архитектуру какие-то вот доменные знания о том, что что-то там есть специфическое и это нам упрощает работу. И здесь мы делаем что-то очень-очень похожее. Значит, ссылки. Есть два интересных обзора по WIC supervision и есть два больших обзора по тому, как применяется multiple instance learning в разных областях. И уже даже есть, вот я знаю об одной книжке, именно посвященная multiple instance learning. Там под десяток глав, которые расписывают разные подходы, по большей части старые из 90-х и 2000-х, но есть уже и новые описания. Спасибо за внимание. Какие есть вопросы? Владислав, спасибо огромное. Несколько вопросов от аудитории на экране. Ну, честно говоря, я не смотрел, наверное, это что-то из старых подходов multiple instance learning. То есть я смотрел по большей части вот на нейронные сетки, которые специфичны к именно обработке картинок. Поэтому, ну, к сожалению, не прокомментирую здесь. Идем дальше. Это был один вопрос. Есть ли вопросы аудитории, можно в микрофон, если это нужно. Нет. Нет. Спасибо тогда огромное. Спасибо. А%. АПЛОДИСМЕНТЫ